да и наш следующий докладчик андрей большаков андрей ты здесь так сейчас андрей найдем андрей здесь за пультом сидит так как у него будет показ ага все андрей тема доклада это конвенция на именовании по те кто хотел больше олдскульного наземного пиая это вот для доклад для вас андрей тебе слово друзья но я бы хотел сказать что во первых очень круто что мы все-таки собрались в оффлайне очень по всем вам скучал и так приятно посмотреть на живых людей спустя два года соответственно призываю тех кто здесь не присутствует включился к нам удаленно чтобы в следующем году мы побили рекорд посещаемости и наконец устроили большой большую конференцию а после небольшую пьянку поддерживаю зубы вам заговариваю пока тут справляется с пауэрпоинтом на самом деле в пауэрпоинте особо нечего мне показать хотелось бы сегодня поднять такую как или я сказал олдскульную тему как нейминг но в нейминг углубляться с головой сегодня не хочется соответственно смотреть там всякие декомпозиции софтвер по софтверным компонентам имспейсом и тому подобное я думаю каждый может найти сам хочется поднять тему нейминга собственно как основных объектов наших ESR да ты видишь дейта тайпов месседж тайпов интерфейсов и мэппингов тема очень интересная потому что с одной стороны вроде как понятно в каком в какой конвенции нужно все это делать с другой стороны конвенции существует великое множество у каждого есть свое мнение своя конвенция да то есть они между собой смешиваются перемешиваются но соответственно как бы есть мнение скажу обтекаемо тогда что есть вот концепция наименования которую использует sub для своих внутренних интерфейсов но я имею ввиду стандартный контент какой-то да и соответственно вот об этой концепции еще не хотелось бы поговорить и соответственно показать вам калькулятор который я свое время делал для того чтобы облегчить составление нейминга вот а вдохновил меня на эту работу ренат хамедулин это поворот в пытность проекта пгк значит мы как раз он придумывал какой-то как сказать зародыш этого калькулятора да который немножко другие там функции выполнял но в общем как это это было именно то что меня вдохновил на эту штуку вот я уже вижу у рената на компьютере xl появился и хотелось бы обсудить подход к наименованию объектов по той причине что это нам с вами то есть если вдруг представить какой-то идеальный пиальный мир в котором вам все пользуются я не скажу там калькулятором да то есть но такой концепцией как бы есть мнение что это сделает мир лучше по той причине что если мы будем смотреть на наименование объекта да и понимать уже там исходя из наименования объекта мы можем понимать что вообще в нем происходит причем не просто там с названием бизнес объекта и указанием какой-то там операции скажем так а более расширена более подробно так значит смотрите гей была такая что мы получили в работу там новую спеку от функциональщик или от кого бы то ни было и собственно начинаем работу с этим интерфейсом соответственно предлагается следующий ворк фол да то есть мы открыли xl и в ней видим какие то вот там ну я тестовые две строчки забил соответственно идея такая что здесь например мы там пишем какую-то кодировку спецификации к примеру один здесь назовем тестовый интерфейс будет асинхронный ну здесь можем по желанию вписать наименование типа сообщений то есть передаваемого объекта . ну какой то очень можно использовать это как description или что-то в таком духе дальше переходим уже к интересному да то есть направление относительно сап но опять же здесь существуют опции кому как удобно но соответственно возникло мнение именно саповский саповскую сторону взять за основу чтобы сразу было понятно что вообще происходит то есть соответственно здесь мы хотим отметить будет ли этот интерфейс для сапа являться входящим или исходящим пусть он у нас будет например исходящий соответственно дальше более тонкая тема как мы знаем ну а может быть не все знают да но как бы хочу поднять вопрос именования именно с точки зрения саповского саповской конвеншн на имя конвеншн да значит он из себя представляет что к примеру у нас есть интерфейс которым мы передаем данные вам создаем какой-то например там не знаю заказ ну все все что угодно да например и хотим получать какой-то confirmation на тему того что этот интерфейс сделал значит в случае синхронного интерфейса это одно потому что соответственно результат обработки мы будем получать сразу же либо если это синхронный интерфейс то это будет понятно confirmation и основной интерфейс они будут разделены соответственно идея здесь такая если у нас какие-то данные мы передаем то в любом случае это значит нас будет реквест будет ли на него confirmation или не будет уже вопрос десятый но как бы в любом случае паттерн используется именно такой для тех случаев когда мы хотим например что-то запросить ну там какие-то данные передаем номер заказа и хотим получить его содержимое там то есть посмотреть как получить какие-то данные на в нашей системе то для этого мы будем использовать query response ну то есть по логике понятно что мы query и соответственно получим получен на него response наверное этот паттерн не очень подходит для асинхронных интерфейсов хотя наверное можно нафантазировать какие-то вещи когда он будет использоваться ну и третий нить это notification третий паттерн это соответственно когда и мы нам никаких данных не передаем а изначально хотим указать ну то есть какой то передать какой-то статус объекта или что-то в таком духе ну поскольку мы нафантазировали асинхронный исходящий интерфейс то у нас будет request confirmation соответственно здесь выбираем асинхронный дальше идет операция это всегда вопрос для философских изысканий но не обязательно смотреть на весь список целиком да мы сейчас остановимся поподробнее на каждом на каждой из операций соответственно я попытаюсь рассказать что имеется в виду хотя наверное в общем название достаточно говорящий значит если мы хотим создать какой-то объект системе то безусловно у нас это будет операция create соответственно change update cancel это все понятно это все как обозрение одной цепи дальше есть интересная штука которая называется maintain да то есть ну каким-то образом обработать этот объект обслужить там получить данные то есть как это какая-то сложная операция соответственно modify delete тоже в общем понятно read block ну то есть блокировать считать объекта submit это удобно использовать например при notification а то есть если мы здесь вот выберем notification то логично предположить что здесь у нас должен быть submit да то есть за submit notification что-то вот такого плана и здесь еще поподробнее остановлюсь на buy айди и статус by elements да то есть это две операции они наверное может быть не не сразу выглядит понятными ну то есть что как бы подразумевается да но тем не менее значит вот buy айди да то есть если мы например делаем какой-то квери квери респонс например синхронный и buy айди что такое buy айди да то есть это как раз тот самый случай когда мы передаем какой-то гуид там айдишник объекта да и хотим получить по нему то есть по конкретному объекту ну информацию да то есть по конкретному объекту в системе а если же мы хотим получить список объектов удовлетворяющих каким-то условиям да тогда мы соответственно будем использовать status by elements и но это тот случай когда мы например там говорим дай нам все документы с там какой-то определенной даты по балансовой единице или что-то в таком духе я здесь верну на request confirmation асинхронный и пусть у нас будет классика create с чего все начинается дальше пишем наименование объекта как ну то есть как это все будет называться в сапе например давайте purchase order что в голову приходит соответственно с основной частью мы разобрались это наименование в части сапа да и дальше идет у нас паттерн по legacy системам которые участвуют в обработке но здесь значит можно как включать фантазию с одной стороны да то есть если мы например здесь можем там делать create потому что мы подразумеваем что на стороне сапа у нас идет там непосредственно создание какого-то объекта и передачи его в другую систему да то есть здесь у нас например может быть необязательно именно create то есть мы например здесь можем например поставить maintain да то есть если у нас какая-то сложная подразумевается какая-то какой-то сложный workflow не знаю там если мы будем использовать например там аиф или еще какие-то вещи да для того чтобы соответственно с этим объектом системе поработать то есть необязательно операция и вообще паттерн на стороне сапа будет совпадать с операцией на стороне legacy но тем не менее в большинстве случаев наверное они все таки будут совпадать соответственно здесь же мы можем написать какой-то там объект наименование объекта в лего системе вот мы уже видим дальше что у нас сформировались наименование объектиков значит здесь на что обратить внимание вот data type message type ну мы предполагаем что здесь мы генерим верхнеуровневые message type да с типом данных соответственно как бы ну этот калькулятор в текущей версии не подразумевает naming для для aggregated типов данных и каких-то там сложных вложенных вещей это уже придется нафантазировать самим дальше тип данных response как видим здесь он у нас не заполнился это происходит потому что интерфейс у нас асинхронный я вот сейчас сразу же покажу если я перекину вот эту штуку на асинхронный то вот видим что у нас появился port disorder create confirmation значит обратим внимание то есть здесь у нас получается операция create request а здесь create confirmation но как create это относится надо понимать что не create confirmation как зачастую хочется ну во всем случае мой мозг до сих пор так хочется что типа там создать request создать confirmation на самом деле это не так да то есть создаем в данном случае purchase order и собственно то что паттерн вот этот вот он нам показывает что это все-таки request это confirmation дальше сервис интерфейс да то есть он у нас имеет вот тоже такую сложную структуру и опять же я возвращаясь к тому же с чего я начал сегодня да что вот этот калькулятор он максимально хочет приблизиться к наименованию интерфейсов как они ну то есть как принято с апом стандартных объектах если мы соответственно будем смотреть какой-то стандартный контент то мы по крайней мере увидим если не то же самое то что то очень похожее вот на 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 такого рода наименование соответственно почему я вообще решил сегодня перед вами выступить и собственно показать эту штуку собранную на коленке по той причине что если мы например с вами увидим в системе какой-то интерфейс то есть в той системе которой мы никогда не были пришли на какой-то новый проект клиент да и как правило мы видим большое количество объектов которые наименованы там что-нибудь какая-нибудь аббревиатура различные комбинации там out in out in да то есть какие-то разные варианты соответственно также там может использоваться так называемая венгерская конвенция по наименованию когда мы перед объектом например указываем аббревиатуру там если это тип данных да то DT если там сервисный интерфейс то SI ну то есть в таком духе я как бы не сторонник этой схемы потому что я считаю ее избыточной в определенном смысле вот соответственно как бы глядя на этот интерфейс мы понимаем что значит у нас объект purchase order что мы его хотим создавать и что паттерн у нас в данном случае request confirmation то есть это мы передаем объект ждем от него confirmation о том что как объект этот создался там либо какой-то статус либо номер этого объекта либо какую-то дополнительную информацию соответственно ну дальше все просто да то есть интерфейс асинхронный прошу прощения синхронный исходящий если мы тут перекинем опять же его на тут как что-то заглючило почему-то он у меня не перекинул синхронность ну ладно это я поправлю дальше последняя часть это мэппинги с мэппингами начну с конца потому что как бы ну есть предложение использовать какие-то префиксы которые позволяли бы нам понимать еще из названия мэппинга да то есть что в этом мэппинге какие системы участвуют в обмене то есть в данном случае вот я например прописал там erp1s и вот мы видим что мэппинг у нас вот создался таким образом то есть он пишет что вот эта система 1s соответственно здесь система erp ну а дальше он уже берет за основу наименование месседж-тайпов и соответственно вот в таком виде строит интерфейс но если прошу прощения мэппинг ну соответственно мы видим что он у нас генерил объекты интерфейс мэппинга соответственно месседж мэппинга для реквеста и месседж мэппинга для респонса ну вот давайте закончим у нас здесь например напишем s4 здесь напишем ну пусть будет 1s чтобы особо долго не фантазировать вот они у нас обновились ну и соответственно как я начал говорить о том что если мы пришли на какой-то новый проект увидели какие-то объекты в системе созданные то глядя только на интерфейс мэппинг да мы можем сразу понять какие объекты участвуют в системе какие системы участвуют в обмене данными да и соответственно что происходит внутри ну вот насчет этих префиксов опять же есть различные мнения да то есть что возможно указывать в качестве префикса там какую-то кодировку системы либо же как вариант краткое наименование там взятое из софтверного компонента который относится к этой системе вот наверное это кратенько все что я хотел вам рассказать готов ответить на какие-то вопросы если они есть ну и понятное дело что калькулятор окончательную версию я разошлю ну то есть мы ее положим в открытый доступ если она кого-то заинтересовала естественно и можно пользоваться сделан он вот таким образом то есть здесь все в принципе кастомизится при появлении каких-то новых вещей если это там например операцию сюда всегда можно добавить то есть вот эти справочники все достаточно просто никакого rocket science здесь нету коллеги вопросы да андрей олеников тебе слово вот хотел спросить появился ли инструмент для проверки naming conventions в tpz файлах с моей стороны пока еще нет не появился он писался я выкусывалку написал tpt-шка анализ tpz библиотеки библиотека для разбора есть в виде готового инструмента нет но скачать можно и допилить можно еще вопросы может быть а сейчас да добрый день такой вопрос я правильно понимаю что рекомендуется операции зашивать именно в имя интерфейса а не использовать операции которые вот доступны в сервис интерфейсе ну здесь наверное немножко не то есть как слово действительно используется одно и то же там оперейшн да но это как немножко разный подход скажем так да то есть если мы используем например интерфейс там с одной операции то вот naming к нему вот такой соответственно если мы используем интерфейс там с множеством операций да то это логично действительно наверное вынести операцию наименование собственно то чего мы делаем там создание там create change и все вот эти вот вещи ну то есть здесь мы сейчас охватываем плоские плоские интерфейсы да чтобы было понятно а плоские это в каком смысле ну плоские я имею ввиду давай скажем это а стейтлес xi 3.0 компатим понял понял да да вообще какая рекомендация вот не знаю сообщества пи щеков использовать вот этот вот плоский интерфейс или все-таки как ооп подход ну тут мне наверное сложно какую-то рекомендацию надавать наверное есть такие варианты когда у нас есть один определенный объект и мы хотим через там api наши какие-то операции с этим объектом совершать да там если это create update соответственно delete там да то есть какое-то изменение статуса конечно логично в этом случае использовать именно операции внутри интерфейса я например могу сказать что из своей практики я такое редко очень делал то есть как правило интерфейс они какие-то более специфичные типа там создать например там какой-то объект либо изменить его и например там изменение оно там в себе подразумевает его и там расстановку признака удаления ну то есть всякие такие вещи то есть это в принципе up to you что называется тут еще небольшой исторический контекст у этого вопроса в том что я изначально только плоские интерфейсы были да и сап начал активно делать сервис интерфейс на абапе именно для плоских структур для плоских сервисов и только сильно позже появилась поддержка сервис интерфейсов с несколькими операциями по моему 7.3 версия это появилось мне кажется чуть ли не позже ли 7.1 по моему 7.1 7.1 были окей 7.1 значит да и с их появлением с точки зрения разработки абап прокси подход то свой не изменил и по-прежнему делал их в плоском стиле поэтому если посмотреть на стандартные интерфейсы которые сейчас есть да они все в плоском стиле сделаны поэтому и люди часто по инерции продолжают свои кастом интерфейсы делать в плоском стиле в этом нет ничего плохого абсолютно да это прекрасно работает можно спокойно эксплуатировать если хочется поиграть с несколькими операциями да это вполне можно делать может быть просто будет немножко непривычно для других ребят из команды которые сопровождают интерфейс о том что каждый интерфейс включается в несколько операций быть к этому морально все должны быть готовы а баперы должны понимать что прокси будет содержать несколько методов реализующих разных операций ну я от себя могу сказать что с мониторингом операций есть нюансы то есть либо мы как раз хотим видеть один интерфейс и пытаться эти операции как-то в мониторинге получить либо наоборот мы хотим это выделить я не знаю тоже как ответить в общем на этот вопрос что рекомендовать если мы вызываем чужой API в нем есть много операций в SOP 1.1 наверное можно сделать много операций у нас тогда тогда у нас в интерфейсе в мониторинге хотя бы это будет один интерфейс чтобы глаза не разбегались а так не знаю ну да 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 вот это вот ребята кто кто в зуме не слышит что говорить сейчас я все гею дам да повторю да что в ноу массаж овервью операции не видны их можно увидеть только через расширенный поиск это как бы минус вот но плюс операции в том что там в рестадаптере можно прекрасно мэпить методы например делать какой-то такой рест подобный API например предоставлять его наружу как outbound интерфейс ну для того чтобы как раз таки метод там post get там delete мэпить на операции интерфейса там это стандартно делается поэтому да тут надо смотреть требования конкретного интерфейса просто выбирать что удобно что подходит еще у нас есть где мы можем вот эти все глаголы create absurd modify там delete именно в адатовских терминах выражать может быть какую-то если мы сами свою логику пишем может быть так реализовать его туда вынести эти операции еще у кого-то вопросы как заставить пользоваться таким калькулятором вот в организации это вопрос андрей философский мне кажется его можно будет вечером обсудить тогда второй вопрос есть ли опыт скажем изменение вот этого наименования уже существующего в какое-то другое то есть такой рефакторинг всего пиа ну я могу сказать из своего опыта что как правило такие вещи делаются в момент миграции сейчас да то есть редко кто захочет просто сесть и переименовать все объекты в системе но если действительно там какая-то относительная помойка там 15-летней давности в XI 3.0 то наверное неплохой идеей будет при иммиграции использовать что-то типа вот такой тузы и соответственно привести это все к красивому читаемому виду ну я вот еще хотел бы добавить сразу же что вот почему как бы ну я на двух проектах использовал там версии вот этого калькулятора мне например очень понравилось облегчение работы с той точки зрения что из него очень быстро получается например там реестр интерфейсов да то есть там небольшой экселевской работой причем в том числе если еще например добавить какие-то там метки по namespace и софтверным компонентам да то это вообще будет там частично какая-то техническое документирование настроек да то есть что сразу можно будет понять что это за интерфейс номер спеки и даже посмотреть там наименование мэппинга по которому ему сразу же можно пойти в системе найти ну а соответственно там ненужные поля их можно отсюда просто поудалять то есть так тоже мы делали то есть когда этот документ являлся основой для реестра интерфейсов как сдаваемого да то есть как некого deliverables по результатам проекта и соответственно тоже как бы как правило принимающая сторона она рада такой форме скажем так потому что все таки это неплохой уровень детализации получается Андрей там возможно вопрос в чате есть посмотри пожалуйста Ренат помоги мне пожалуйста куда смотреть в чате ну вот здесь как раз подтверждают Серегина мнение по поводу мониторинга да что с операциями не очень а дальше предыдущий это уже ну предыдущему оратору был вопрос да еще в зале есть вопросы так у нас так во первых Андрей спасибо большое тебе вам спасибо спасибо